Пришел важный политический комментарий, который я считаю необходимо обязательно на него ответить и прокомментировать, потому что здесь фундаментальные вещи обсуждаются. Вообще, кто мы, откуда мы идем, к чему мы стремимся и так далее. Андрей Морюхин один день назад написал, Фишка в том, уважаемый Дмитрий Таран, что ЛНР и ДНР никогда не считали себя остатками неоккупированной Украины, наследицы легитимной Украины, а считали себя ЛНР и ДНР частью России, Новороссии, у которых целью является присоединение к России. Очень хорошая подача. Она, конечно же, я знаю, у многих в головах, но судя по заявлениям Лаврова и Путина, это слабая позиция. И Россия признавать ЛНР и ДНР не будет, потому что России важна вся Украина. Почему России важна вся Украина? Да потому что это часть большой страны. И если рассуждать не с уровня ЛНР и ДНР, а подняться на уровень большой страны, то там все люди, которые выступают за любой сепаратизм, за отделение Украины от большой страны, за отделение там разных других частей, они становятся, собственно говоря, в позицию не просто противников, а людей, которые работают на коллективный Запад. Потому что разделение большой страны – это цель коллективного Запада. Возникает вопрос, а что ЛНР и ДНР в такой позиции создавались, в темную, в интересах Запада? Идем дальше. Только у вас в голове, по-видимому, есть эта картина. Да нет, не только у меня, а судя по всему, еще и у министра иностранных дел. Дело в том, что государство Украина никогда не существовало в реальности. Оно всегда существовало, по сути, лишь на бумаге. Да ладно, и что, у СССР тоже не существовало? Не было разделения на области, эта страна не была учредителем ООН. Зачем врать, что Украины никогда не существовало? На самом деле, почти весь XX век Украина существовала. Просто Украины несколько. Есть УНР, и сейчас реинкарнация УНР, а есть УССР. Это тоже Украина. Даже в годы своей самостоятельности Украина существовала лишь формально, юридически, а реально регионы Украины экономически завязаны на Россию. А Киев является, по факту, лишь административным центром Киевской области. Украина – это регион России по факту, который не управляется Россией, который является проходным, неуправляемым двором. На самом деле, тут не совсем так. Так, если подходить к вопросу о том, чтобы прийти в один прекрасный момент на площадь и объявить всем украинцам, что они являются частью России и никогда не были государством, то люди, конечно же, начнут громко смеяться, начнут аплодировать и, возможно, кому-то сломают нос. С точки зрения управления, это порождение конфликта. Получается, что Андрей Мандрюхин сидит и пишет в интересах коллективного Запада, а как стравить разных русских на Донбассе и на Украине, в России, на Донбассе и в Украине, для того, чтобы они друг с другом передрались, как идиоты, да? А Запад коллективный будет сидеть за границей, потирать руки и ждать момента, когда он может вмешаться со своей карательной операцией. Уровень всех лидеров Украины с распадом СССР – это уровень губернатора, который не подотчетен главе государства России. Что такие губернаторы могут делать на местах? Весьма вероятно, будут заниматься самоуправством и воровством своего региона, чем большинство глав Украины и занималось. Вот что такое Украина все эти годы после развала СССР? С кем вы хотите разговаривать? С простыми людьми? А что это даст? Ничего не дадут эти разговоры. На Украине русские люди, которые хотят в Россию и русские люди, которые запудрили мост настолько, что они уже не думают, что они по национальности украинцы, хотя такой национальности нет. Пока не будет лидера, который не возьмет и не приведет Украину в Россию, ничего путного там не будет. Но сколько ждать такого лидера? Быстрее было бы, чтобы ДНР и ЛНР прошагали, взяли бы Киев и всю Украину под контроль, провели референдум о вступлении всей Украины в Россию, вступили бы в Россию. Этот путь был бы быстрее и проще, чем ждать, пока придет великий лидер и приведет Украину в Россию. Так что извините, но ваши попытки бессмысленны и ни к чему не приведут. Позиция упомянутого Андрея Марюхина, она достаточно распространена и она достаточно часто озвучивается. Но при этом хочу обратить внимание вот на что. Если посмотреть на задачу с точки зрения управления и системы управления, то по-хорошему я вам скажу, что люди, управляющие областями, они, конечно, бывают разные, хорошие и плохие. Но по своим навыкам, по знанию ментальности страны, они бывают достаточно эффективными. Понятное дело, что они так же, как и старая элита или старая система управления на всех постсоветских территориях, они больше думают о себе. Но это данность и реальность. Весь вопрос в том, хотим ли мы сделать присоединение. Я не против присоединения Украины к России, но поэтапно и не сразу в качестве федерального округа. А сначала сделать конфедерацию, сделать, как было в Советском Союзе, сделать дружественное государство, мостик в Европу и так далее, и так далее. При этом ни в коем случае не обрушить страну в гражданскую войну, потому что ярые русские с ярыми украинцами ничего не поделят и начнут друг другу лупить морды. Это неправильно. Нужно включить верхнюю часть туловища, особенно если она есть, и сделать такой алгоритм присоединения, при котором все будут уважены. Это тот самый русский подход. Вот заявление о том, что украинцев нет, это номинально, это разжигание национальной розни. То есть за это, в принципе, можно сажать. Даже риторики такой, в принципе, быть не должно, потому что огромное количество людей на разных территориях Украины, там Венецкая область, Житомирская, Полтавская, они себя идентифицируют как украинцы. И по языку, и по ментальности, и по разным-разным вещам. Там есть отличия и от белорусов, и от россиян, даже от кубанцев. Есть географическое отличие. Они, конечно, не принципиальные, это не этнические различия, но они есть. И если у людей это в голове сидит, это можно и нужно уважать. Как только какой-нибудь человек машет шашкой и говорит, да это все фигня, вас нет, это начало гражданской войны. Этого мы допустить не можем. А с учетом того, что ЛНР и ДНР, по словам нашего уважаемого комментатора, вообще не считаются с мнением ядра большой страны. И, напоминаю, Лавров сказал, что признание ЛНР и ДНР это слабая позиция. И они не будут признаны. Потому что в тот момент, когда ЛНР и ДНР признают, в тот же момент НАТО признает и зайдет на всю остальную территорию. И мы получим раскол Украины. Кому это надо? Кому это надо? Это надо Андрею Марюхину? Очень интересно проследить связи Андрея Марюхина, с чего он кормится, кто ему рассказывает, как правильно писать и вообще в какой информационной среде он варится. Потому что здесь огромное количество западных закладочек. Человек не способен или не хочет или не может подняться с уровня ЛНР и ДНР до уровня большой страны. В которой все люди, живущие на всех территориях постсоветских республик, это наши люди. Они могут быть оболванены, они могут быть переформатированы. Но это наши люди и других на этой планете нет. Нет у меня для тебя других писателей, говорил Иосиф Виссарионович. Соответственно, не разделять, а объединять. Такой мой комментарий.